Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. У меня есть парень, на каждый праздник он спрашивает, что мне подарить, выбери, я тебе куплю. И мне неудобно, я стесняюсь, говорю, что мне ничего не надо, а мне надо, но я боюсь. Он обещается, мы ссоримся. Как у него спрашивают подарки, и как ему объяснить, что да, хочу подарок, помогите, пожалуйста, спасибо большое. Такой вопрос. Ну, прежде чем, вот, непосредственно, наверное, приступить к ситуации, которую вы описываете, мне бы хотелось для начала у вас уточнить. Вот вы говорите, как ему объяснить, что, ну, что вы хотите подарок, вот. Как ему это сказать, да, вот. А, а как бы вы могли ему это сказать? Ну, то есть, если вы предполагаете, что человеку можно объяснить, да? То есть, ну, вот, если мы допускаем, что человеку можно объяснить что-то. А, ну, что-то про, по барок, допустим, то, наверное, вы предполагаете, что чего-то не знать. Вот. А, чего бы вы могли не знать, в этой ситуации. То есть, что бы вы могли не знать, чего вы не можете объяснить. Как бы вы могли объяснить человеку, да, вот то, что хотите. Вы считаете, вы считаете, что ваша проблема, она проистекает из того, что вы не знаете, как объяснить. Вы считаете, что в этом проблема, ну, судя по обаму, что я могу видеть. Вот. Вам кажется, что в этом, в этом проблема. Ну, в смысле, а что, если проблема в чем-то другом заключается? Не в том, что вы не можете человеку объяснить что-то. Что, если проблема немножечко в ином. Вот. Далее, вы говорите, он обижается, и мы ссоримся. А какой вы вносите в клап? Конфликт. То есть, ну, вот вы стесняетесь. Вы ему не говорите. Говорите, что вам, ну, ничего не надо. Хорошо. Ну, допустим. А... Тогда вопрос. Он обижается, да, допустим, потому что он, ну, не очень, не очень, не очень понимает, да, что это значит. Что значит вот то, что вам ничего не надо. Вот. Он, допустим, он обижается. Плюс-минус, плюс-минус, наверное, его реакцию как-то понять. Ну, можно. Наверное. А вот вы, когда говорите, что ссоритесь, вы же, получается, так же устраиваетесь ссору. Вот. Как это, ну, становится возможно? То есть, верно ли здесь сказать, например, что вам лег... легче поссориться с человеком, допустим, чем признать, к примеру, что вы хотите, ну, вот, подарок, допустим. Вот можно ли так сказать в этой ситуации? Это было бы интересно. На мой взгляд. Да, ну, по крайней мере, вот, было бы крайне интересно посмотреть на то, какой вклад выносите вы в конфликт. Вот. Ну, если вносите. Ну, на мой взгляд, совершенно очевидно, что вносите, конечно. На мой взгляд. Дальше. Следующее. Значит, традиционно человек, который крайне тяжело принимает подарки, это человек, который себя не любит, который себя обесценивает. Это человек, который... вот, вот... к себе относится несколько, вот, обесценивающе, так, так скажем. Так, так скажем. Это вот... ну, традиционно. Традиционно это так обычно происходит. Человек, к которому сложно принимать подарки, человек. Это человек, который испытывает чувство стыда. за себя. Ну, такое вот, можно сказать, базовое... можно сказать, такое базовое чувство стыда. Человек за себя испытывает. Ну, наверное, в первую очередь вам здесь нужно увидеть это самое чувство стыда. И, наверное, в первую очередь вам нужно увидеть, за что вы испытываете стыдь. И, во вторую очередь, вам нужно учиться с ним не бороться. Ну, вот, с чувством стыда. Вам нужно учиться с этим чувством стыда не бороться. Вам нужно его принимать. Это чувство стыда. Потому что, на самом деле, любой человек, который принимает подарки, любой человек абсолютно, испытывает чувство неловкости. И это нормально. Абсолютно. Важно то, как мне кажется, что вы на этом фиксируетесь. Важно то, как мне кажется, что вы хотите избавиться от этого чувства стыда. Вы как бы говорите, что ну, хорошо. Вот. Сейчас. У меня. Чувства стыда не будет. Вот. Сейчас. Я сделаю, чтобы такое. Что чувство стыда у меня исчезнет. уйдет. Ну, например. Например, вот. Поработаете с... Ну, допустим. К примеру. С псих... Ну, с психологом. Вот. Допустим. Вы говорите, что сейчас. Вот. Сейчас. Сейчас. Я сделаю. Что-то. И чувство стыда у меня уйдет. И тогда я смогу принимать подарки. Получается. Судя по... Так. Ну, судя вот по... Тому, как вы это представляете. Чувство стыда. Родом из детства. Является базовым. Нормальным. Но. Ненормальным является. Пожалуй, ваш. Некий такой. Акцент. На нем. На чувство стыда. То есть, не совсем нормальным является то, что вы акцентируете на этом свое внимание. Внимание чрезмерное. Внимание болезненное. Внимание тяжелое. Внимание. Внимание. Вас подавляющее. Вас притесняющее. Внимание. Которое ни много ни мало. Делает вас не похожи на себя. Да. Вот это, как мне кажется, и нужно корректировать. В первую очередь. То есть, это то, что вы могли бы делать с психологом. Наполняться. Чувствам любви. К себе. Наполняться. Тем. Тем. Что дает вам другой человек. И я, конечно, буду не прав, если скажу, что это всегда легко. Далеко не всегда это легко. Далеко не всегда. Но это нужно учитывать. Что там есть свои нюансы. Там есть свои моменты. Разные. Но в целом этот навык сейчас у вас отсутствовал. И поэтому вам так тяжело. Научитесь и будет достаточно легко. Здесь и повышение самооценки и работы со страхами. И личностный рост. То есть, целый набор предприятий. Которые можно вам предложить. Для коррекции вот того состояния, в котором вы находитесь. Объяснять молодому человеку. Ну, вот именно объяснять. Ну, мне представляется довольно-таки странно. То есть, что вы ему объясните. Скажите, если я хочу вот это, это или это. Да? Ну, давайте подумаем. Что, по вашему мнению, случится страшного, если вы это скажете? Что это может быть? Что может быть такого страшного произойти, если вы скажете ему, чего вы хотите? То есть, было бы очень здорово как-то с этим познакомиться. И понять, как бы, ну вот, какую-то основу, да, какую-то основу увидеть здесь, в этом моменте. Потому что, ну, понятно, что вас это тревожит и беспокоит. А вот, что именно, пока не совсем понятно. Ну, а в основе лежит, как я уже сказал, базовое непринятие того, что для вас могут что-то хорошее сделать. Ненаполняемость любовью. То есть, вы себя не любите, к сожалению. Вы себя обесцениваете, к сожалению, и делаете это, на мой взгляд, довольно-таки активно. Вот, в принципе, и все, что можно здесь сказать. Потому что ваши вопросы, он довольно-таки короткий. Он довольно-таки необъемный. Как будто бы вы не видите глубины проблематики. Вы спрашиваете, помогите, пожалуйста. Вы пишите, помогите, пожалуйста. Мы-то, конечно, поможем. Но только давайте сразу определимся с тем, как мы вам поможем. Если вы про то, что вот сейчас мы вам скажем, какие нужные слова вам нужно человеку сказать, вы скажете, и все решится, то нет. Так это не работает. Если вы про то, чтобы для вас это стало естественным, да, это вполне возможно. Вполне возможно сделать так, чтобы для вас это стало естественным. Вот. Но, опять же, опять же, это психотерапия. Это определённая психотерапевтическая работа над собой в первую очередь. Дальше. Молодой человек спрашивает у вас о том, что вам подарить. Вообще говоря, вообще говоря, хоть это и приемлемо, на мой взгляд. То есть, ну, мужчина, действительно. Вообще не мужчина, а любой человек может, в принципе, действительно спросить у другого, что ему подарить. Вот. Потому что не хочет дарить что-то такое вот, ну, самостоятельно, да, вдруг не помнётся и так далее. Это правда. Но в жизни могут быть разные истории, в жизни могут быть разные ситуации. Что если вам не совсем подходит подобно? Что если вы хотели бы, например, чтобы человек сам вам что-то подарил? Что если вас просто не устраивает то, что он вас, ну, как бы, спрашивает. Что он вас спрашивает о том, что вам подарить. Что если вы есть, то если вам это не нравится. Поэтому на эту тему вам тоже стоит подумать. А как я хочу? Вообще. Хочу ли я как-то? И постараться ему это озвучить. Молодому человеку я могу видеть. Вот. Может быть вас, в принципе, в целом не устраивает такой подход. Когда, когда вас спрашивают, что вам подарить. Может быть вы хотели бы как-то иначе. Это сделать. По-другому. Понимаете? Вот. И на это. Тоже нужно обратить вам свое внимание. И если вы хотите как-то иначе, то об этом нужно сказать. Понимаете? Это нужно донести до человека. Вот. Чтобы, ну, было как-то вот понятно. Показку. Ему я имею ввиду. А... А сейчас не понятно. Показку. Вот как-то так. В этом все, я надеюсь, что вам это было интересно, надеюсь, что вам это было полезно. Я буду вам благодарен за обратную связь по моему а при этом это позволит вам начать с собой работу. Удачи! Обращайтесь!